Клинок из железного метеорита. Метеорит Симчан и метеорит Моня Науста. Оба этих метеорита имеют видмаштетовую структуру, которая проявляется при травлении кислотой. Однако, можно заметить, что структура этих метеоритов отличается. У Симчана пересекающиеся полосы структуры крупнее и толще, а умные наустые, тонкие и частые. Видмаштетовая структура здорово смотрится при попадании света. Полосы по-разному отражают свет и создают эффект решетки. Немного из истории метеоритного железа на Земле. Когда человечество познакомилось с металлами, сразу стали изготавливаться из него оружие для охоты и защиты от диких живот. Изначально это были бронзовые орудия. Но уже в этот период известны клинки, изготовленные из железа. Хотя земное железо человечество научилось добывать гораздо позднее. Самым ярким примером служит клинок, найденный в захоронении фараона Тутанхамона, который был изготовлен из метеорита. В этот период земное железо еще не разрабатывалось и все орудия труда и все оружие изготавливалось из бронза. Про этот клинок складывали легенды о том, что он тверже камня и был послан богами как символ верховной власти фараона на Земле. На сегодняшний день добыча и обработка металлов ушли далеко вперед и качество метеоритного железа уступает по своим техническим характеристикам. Но благодаря своей уникальной структуре и 4,5 миллиардов лет истории, ножи из метеорита до сих пор актуальны. Субтитры создавал DimaTorzok